Вот так вот бывает, может быть это заговор, может быть трагическое совпадение, но тем не менее придется, действительно, как вы уже сказали, у нас здесь за кулисами отдуваться вам из-за красных частично. Ну постараюсь, да. Я призываю вас, уважаемые читатели, готовить вопросы ваши, я думаю, это самое ценное будет диалог с автором, наладить именно вам. Вячеслав Васильевич, возник вопрос, может быть, не самый стандартный протокольный, вот сама символика цветов, красное и белое, вы не могли бы напомнить, как она сформировалась, почему именно эти цвета стали символами этих политических течений? Ну этот вопрос уже очень давно исследуется, к единому мнению специалисты не пришли до сих пор, почему именно два этих цвета стали маркерами двухсторонно в гражданской войне. Хотя, все-таки, можно, наверное, сказать, что основа, первооснова этих двух цветов уходит во времена Великой Французской революции. Как известно, белый цвет это цвет бурбонов, белая лилия, под белыми флагами выступали сторонники, свергнутые во Франции монархией в 90-е годы, 18-го века. Со знаменем красного цвета впервые выступили санкеллоты в 92-м году. Ну, с тех пор, естественно, утекло очень много времени, и на русской почве у двух этих цветов была достаточно длинная история. Как все мы знаем, в русской народной традиции у красного цвета было много значений. Он означает все лучшее, красивое, почетное, выгодное. То есть, это красная площадь, красная цена, красная девица, номеру и смерть красна, то есть, очень много значений. То есть, цвет, в принципе, хороший и вызывающий у людей эмоции какие-то положительные, яркие. А примерно у белого цвета же изначально были значения, ну, скажем так, нейтральности, стабильности, спокойствия. То есть, это белая Русь, белый царь, вот что-то такое. То есть, ровное, не склонное к каким-то резким движениям. Потом, в 19 веке, в середине уже 19 века, когда в Россию начали, извини, заноситься модные либеральные теории, словом, красные начали обозначать сторонников этих либеральных теорий. То есть, уже в 60-е годы 19 века, если о человеке уже говорили красный, это означало, что этот человек либерал, что он поклонник всего западного, всего модного, сторонник усовершенствования России на западный лад и так далее. То есть, в этом значении слово встречается и у Тургенева, и у Вяземского в стихах. То есть, слово уже тогда значило многое. В начале 20 века на юнкерском жаргоне словом красный обозначался юнкер, который не желал соблюдать училищные традиции. Вот, допустим, если юнкер приходил в училище и отказывался следовать цуку, то есть, жил только по уставу, его именовали красным, причем именно с презрительным обертоном, с презрительным оттенком. Ну, а когда началась смута в 1917 году, самыми первыми белый цвет, как свой маркер, использовали студенты Московского университета во время осенних боев в Москве. Они на студенческие шинели, на рукава надели белые повязки. Единственное, с целью отличать своих от чужих. Никакого особого смысла в этом не было. Ну, чтобы видеть, что это просто студент, а вот это студент, который участвует в боях с оружием в руках. Вот, собственно, вот это и были, наверное, самые первые белые. Затем, когда уже был ледяной поход, когда шла новорожденная армия добровольческая по Дону, был особый приказ, который предписывал всем чинам армии надеть белые ленточки на головные уборы. Я думаю, это объяснялось исключительно тем, что белую ленточку найти несложно. Взял винт, оторвал от него полоску, вот тебе белая ленточка. Попробуй найти там черную ленточку, или зеленую, или оранжевую. Да, это все гораздо сложнее. Пинт, ну, собственно, белый цвет, он всегда найдется. Вот. Ну, а красный цвет, его использовали с начала февральской революции все, кому не лень. Это был, в общем-то, стандартный маркер. Это был символ свободы, равенства, вранства, демократии, войны до победного конца. И сторонников немедленного завершения войны, и так далее. Ну, вот фирменным цветом именно большевистской партии он становится где-то в августе 17-го года. Когда происходит выступление Корнилова, когда начинают формироваться отряды революционной гвардии, они обозначаются именно вот этим словом. Это уже именно Красная гвардия, то есть именно большевистская гвардия, затем она становится Красной армией, ну и пошло, поехало. И, собственно, до сих пор два этих цвета закрепились в силу своего удобства. Все сразу понимают, о чем идет речь, если мы говорим о белых и о красных. Хотя, естественно, и та, и другая сторона — это не один монолитный цвет, это множество оттенков, это множество разных абсолютно взглядов, воззрений и так далее. Но нам удобно вот их воспринимать именно так. Извините, что длинно. Да, нет, Вячеслав Васильевич, очень интересно. Еще раз подчеркну, что Вячеслав Бондаренко перед нами сейчас. К сожалению, ваши визави Евгений Матонин и Ярослав Леонтьев прийти не смогли. И в этой связи, уважаемые читатели, не знаю, какие у вас есть вопросы, я бы предложил, может, какую-то такую нам сохранить состязательность в нашем сегодняшнем разговоре. Давайте, конечно. То есть, может быть, выступить со стороны красных, я не знаю, как-то еще с какой-то другой стороны. Но я бы, Вячеслав Васильевич, вам тогда задал вопрос для начала. Правильно ли я понимаю, что вы, естественно, не случайно стали автором этой книги, и заинтересовались этой темой, если говорить шире. То есть, вы своего рода апологет белого движения, как историк. Нет, 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 нет. Нельзя сказать, что я чей-то апологет. Я знаком с достаточно значительным количеством людей, которые, что называется, зациклены именно на белом движении. Но я себя вот именно к вот таким зацикленным людям не отношу. История моего отношения к этой теме личная. В моей семье было несколько участников белого движения. Я происхожу из потомственной офицерской семьи. Вот, поэтому мой интерес к этой теме неудивительный. Это дань памяти моим, собственно, предкам, которые участвовали в белом деле. Они были в относительно небольших чинах. Был штабс-капитан, был полковник. Вот. Судьбы сложились по-разному. Есть родная могила в Болгарии на Шибке, есть родные могила в Париже на Сен-Женевье-де-Буа. Вот. В то же время в семье были и красные. Я тоже об этом помню. И, в принципе, я прекрасно понимаю и одних представителей моей семьи, и других тоже. Какого-то резкого разлома такого в моем сознании не существует. И думаю, что в абсолютном большинстве русских семей, и не только русских, естественно, потому что гражданская война – это Украина, это Белоруссия, это Прималтия, все территории бывшей Российской империи, в большинстве семей были, конечно, и белые, были и красные. Были люди, которые сначала были красными, а потом стали белыми, и наоборот. Были люди, которые с принципа не желали участвовать ни там, ни там, но все равно были затянуты или туда, или туда, или были просто сметены, хотя хотели просто уцелеть, как-то выжить. По нам всем этот вал страшный как-то шел. Мы все в него были вовлечены, мы все живем на самом деле этой страшной трагедией сейчас. Хотя очень многое, конечно, удалось заживить, залатать, что-то удалось забыть, что-то было заслонено 20-ми годами, Великой Отечественной войной и так далее. Но все равно вот эта страшная рана, нанесенная в то время, осталась, и она живая сейчас. Так что я на самом деле помню всех красных и белых. Ну я хотел бы сразу вас попросить, чтобы вы тогда развили эту тему. Вот что для вас гражданская война с точки зрения истории, историософии, современности? Ну это очень глобальный вопрос, очень сложный. Потому что ни одна гражданская война, как мы вот видели на примере Соединенных Штатов Америки, сколько лет уже прошло после их гражданской войны. И вот в 2017 году они снова проходят через вот этот всплеск ненависти к югу, когда они заргаются памятники военачальникам юга и так далее. То есть и там это живо. Испания, испанская гражданская война, живо все до сих пор. Наша гражданская война, естественно, жива. Исторический срок ничтожный, всего-навсего сто лет прошло. И сейчас мы видим, что творится на Украине. То есть самый главный вывод, который мы можем сделать из нашей истории горькой, это то, что ни в коем случае нельзя обществу находиться на той грани, когда одна часть общества начинает идти на другую. Во имя чего, неважно, во имя чего всегда найдется. Но если уже началась гражданская война в той или иной форме, это значит, что все предыдущие стадии уже были пройдены, договориться не удалось, или договаривались, но не услышали друг друга, или не старались услышать. И в дальнейшем, ну, можно будет как-то ситуацию залатывать по мелочам, но в целом очень сложно будет замириться по-настоящему. Но это все равно, что сейчас как-то попробовать Киеву с Донецком как-то между собой сесть за стол переговоров. Идею такую можно высказать, конечно, это красиво, благородно идет братоубийственная война, что же вы делаете, давайте помиримся. Но это вне политической реальности, мы все это понимаем, что невозможно уже договориться, потому что... Слишком разные взгляды и принципы, все разное. Поэтому невозможно договориться... Как невозможно было договориться Ленину и Врангелю. Ну что, всерьез можно представить, что они сели за стол переговором где-то на нейтральной территории о чем-то договариваться? Нет, конечно. Это именно война на уничтожение. Или одна сторона, или другая сторона. Что и произошло. Так что, ну, это страшный опыт, и никакой стране его желать нельзя. Никакой. Вы сталкивались с каким-то, может быть, негативным отношением к теме, которой вы занимаетесь, к вашим книгам, к вашим интересам со стороны, не знаю кого, просто окружающих, близких, представителей старшего поколения, которые, может быть, воспринимают белых сугубо негативно, или это уже все сгладилось во многом? Вы знаете, в большинстве своем это все сгладилось. И отношение, ну, скажем так, нейтральное. То есть люди в большинстве своем сейчас воспринимают эту тему как часть нашей истории. Они с уважением относятся к белым, они с уважением относятся и к красным. Есть люди, которые из принципа, конечно, занимают ту или иную сторону, причем занимают ее резко эмоционально, не вдаваясь в подробности, огульно осуждая или то, или другое, не желая мириться. Это тоже понятно. Есть люди, которым все равно абсолютно. То есть, для которых что белый, что красный, это давно прошедшая история, и они вообще не понимают, зачем сейчас вспоминать. Это все были русские люди, давайте мы все помиримся, обнимемся и сделаем вид, что ничего не было. Тоже очень распространенный сейчас подход, хотя, конечно, он невозможен и ни на чем не основан. Вячеслав Васильевич, или наоборот, может быть, как раз перекормили уже всеми этими сугубо, чрезвычайно героическими образами Чапаева и так далее, наоборот, сейчас интерес как раз к той стороне, которая... Нет, вы знаете, мне кажется, что если перекормили, то перекормили когда-то, ну, вот когда это все было действительно актуально, когда были юбилеи, когда в это все вкладывались большие деньги, снимались фильмы. То есть, это 60-е годы, 70-е годы, когда была героика всего этого и прочее. Потом, уже даже в начале 80-х люди уже это не воспринимали, насколько я помню. Ну, вот вспомните, как отмечались последние юбилеи Октябрьской революции при советской власти, да, там, 70 лет Великого Октября в 87-м году. Внешне все было прекрасно, и были демонстрации, и ура, и макеты Авроры несли. Но спроси у людей, а что мы, собственно, празднуем, да никто уже не помнит, что мы, собственно, празднуем. 70 лет прошло, это на самом деле немало сроков. Вот, поэтому сейчас внятно на эту тему очень-очень мало кто способен разговаривать. Это нормально, поскольку, ну, 100 лет, с одной стороны, срок маленький для истории, для людей, для человечества срок большой. Поэтому сейчас во многом все сводится именно к штампам, или комиссарам в пыльных шлемах, или... с другой стороны, там, не знаю... Белая гвардия. Да, Белая гвардия, там, в сияющих ризах, да, сплошные поручики Голицына, естественно, обладатели миллионов, поместья, из-за которых они сражаются. Ну, то есть полная чушь, которая очень далеко отстоит от реальности. Вячеслав Васильевич, а Вы что-то читали, вот, о свидетельствах встреч Колчака и Троцкого летом 2017 года? Нет, честно говоря, не знаком с этим фактом, брать не буду. Вот, вот, как-то совсем не сталкивался, поэтому не готов ничего ответить. Хорошо. Уважаемые читатели, если есть вопросы, давайте я подойду, передам им микрофон. Если вопросов, пока я так понимаю, нет, Вячеслав Васильевич, может быть, тогда Вы, опять же, кратко расскажете обо всех героях Вашей книги, как Вы работали над этими очерками? Ну, еще раз напомню, что о красных я говорить не могу. Это было бы, с моей стороны, неэтично, поскольку отсутствуют авторы. Единственное, что я могу сказать, это то, что эти две книги, хотя и похожи по оформлению, они построены немножко на разных таких основах. Моя книга состоит из очерков о военачальниках, сыгравших яркую войну в белом деле. Книга о красных, это не военачальники красные, то есть это не Фрунзе, не Ворошилов и так далее, не Будённый. Это фигуры, которые были, скажем так, заметны в процессе 1917 года и в процессе войны гражданской, но фигуры не первого ряда. То есть, опять-таки, это не Ленин, не Сталин, не Троцкий. Это фигуры, о которых мы вроде бы знаем, но с другой стороны, вот как бы и не знаем. Поэтому с этой точки зрения эта книга очень любопытна будет. И к тому же здесь именно исследуются разные оттенки именно вот этого основного цвета. Здесь и эсеры, и анархисты, и большевики и так далее. То есть, весь спектр дан. О книге «Белые» я могу сказать, что здесь 8 очерков о людях, которые внесли значительный вклад в белое дело именно в качестве его военных вождей. То есть, эта книга не о политиках, а именно о военачальниках ярких. Я постарался сделать свои очерки насыщенными новым материалом. Кое-что удалось найти интересное даже о персоналиях, которые очень известны, о которых, кажется, там все уже найдено и отысканно. Вот, например, Сергей Леонидович Марков, известнейшая фигура в «Белом движении», в честь которого были названы «Марковские части». Я, например, с большим удивлением для себя и удовольствием узнал, что по материнской линии он происходит из французского рода, эмигрировавшего в Россию во время Великой Французской революции. Более того, из французского рода, который был очень известен в Москве в 19 веке. То есть, его дедушка был здесь купцом, очень известным, успешным. Вот, так что у Маркова очень хорошие такие московско-французские корни обнаружились совершенно неожиданно. О Бредове очень интересный очерк получился, о Николае Емельевиче. Дело в том, что по сей день неизвестно, где и как он скончался. Во всех открытых источниках сказано, что якобы он был арестован в Болгарии в 1944 году, вывезен в СССР и сгинул в лагерях. То есть, что за лагеря, где, как, об этом ничего. Вот мне удалось найти его потомков. Они живут в Новосибирске из Болгарии, они уехали в Советский Союз в 1954 году. И вот они сохранили архив о своем предке и обнаружили сведения о том, как именно завершилась его судьба. Он действительно был в 1944 году арестован в Болгарию, но вывезен не в Советский Союз, а в Югославию, где и погиб. То есть, все-таки не от рук, собственно, советских органов, а от рук югославских. Что еще тут интересного? Я уже сам в нее не заглядывал достаточно давно, поэтому сейчас так пролистаю. Так, Марков, Дроздовский, Маймаевский, Бредов, Рангель, Кутепов, Алексеев, Корнилов. Ну вот про Кутепова тоже удалось найти интересные сведения про его супругу, например, тоже сыгравшую немалую роль в его жизни. Она сама рижанка по рождению, я тоже рижанин по рождению, поэтому удалось найти кое-какие интересные сведения про супругу Александра Павловича Кутепова. Ну, естественно, не удалось пока в полной мере восстановить всю картину его страшной гибели в Париже в 1930 году, но здесь все претензии уже к архивам ФСБ, которые закрыты до сих пор. Непонятно почему, хотя уже сколько лет прошло, и можно было бы уже рассекретить все давным-давно, но, тем не менее, дело о гибели Александра Павловича закрыто, и когда оно будет открыто, никто не знает по всей религии. Вячеслав Васильевич... Извините, что я так сумбурно говорю, вот как-то так сам себя со стороны... Да, потому что мы ждем вопросов, наверное, тогда пойдет исследование более плодотворно. Да, вы спрашивайте, я постараюсь ответить, да. Может быть, расскажите, пожалуйста, о личности Аполлона Яковлевича Крузе, который связал... Аполлон Яковлевича Крузе был фигурой уникальной в том смысле, что это был единственный человек, который получил чем генерала в Белой армии и в Советской. Иных таких фигур не было, насколько я помню. Он стал генералом у Колчака в 36 лет, в 1920 году он был начнивом у Колчака, в том же году он был взят в плен, но ничего особенно страшного с ним не случилось. Его просто тут же зачислили в Красную армию. И в дальнейшем у него вполне складывалась карьера. В 35-м году он был полковником, в 39-м комдивом, в 42-м, по-моему, он стал генерал-майором и в 44-м его стрелковый корпус, в 24-м освобождал Словакию. Вот так вот, собственно, Аполлон Яковлевич, который сражался у Колчака, потом освобождал Словакию от фашистов. В 44-м году умер он в 58-м году в звании генерал-полковника Советской армии. Это случай уникальный, но случай вполне реальный. То есть этого человека не репрессировали никогда, ничего плохого с ним не случалось. То есть он свидетельствует о том, что судьбы, собственно, белых офицеров в Советском Союзе могли складываться по-разному. Их вовсе не обязательно всех ставили тут же к снятке. Ничего подобного. Советская власть была всегда достаточно гибким существом, и она использовала людей так, как считала. Избирательно, да. Совершенно верно. Сразу вспоминаю, Тухачевский, вы не занимались личностью, может быть, его какие-то были пересечения? Нет, личность Михаила Николаевича Тухачевского у меня никогда не вызывала ни малейших симпатий, поэтому я отдельно им не занимался. Почему? Скажите, что почему? Нет, ну он, конечно, человек талантливый, но талантливых людей много, как говорится, а я один, поэтому всеми талантливыми людьми интересоваться как-то времени не хватает. Единственный интересный такой момент, с которым я лично недавно соприкоснулся благодаря моим французским друзьям, это то, что мне удалось обнаружить во Франции знаки различия Михаила Николаевича Тухачевского, его погоны, которые он, будучи в плену, снял и на память отдал своего французскому другу, офицеру, с которым сидел в одном лагере. Вот эти погоны сейчас есть, они хранятся во Франции. Не Деголе случайно? А? Не Деголе случайно? Он сидел с Деголем совершенно верно, но подарил их не Деголю, а другому офицеру. Но вот есть настоящий погон Тухачевского. Я знаю, где они находятся. Получается, вспоминается еще Брусилов, который совершил тот же переход от белых к красным. Ну, я бы так не сказал, что Алексей Алексеевич Брусилов прямо переходил от белых к красным. Алексей Алексеевич был человеком весьма осторожным, очень любил выжидать и смотреть, как сложится ситуация. Он просто сидел в Москве все самое сложное время и внимательно наблюдал, как повернется ситуация. И когда ему все стало ясно, вот тогда он и сделал выбор. Так что белым он, в общем-то, никогда не был. Возникли вопросы у нас? Да, не знаю. У меня два вопроса, Вячеслав Васильевич. Во-первых, прошу вас проанонсировать наши романы. Я знаю, что в вечер, в конце этого года, в следующем выйдут ваши романы, посвященные тематике. Да, они, собственно, уже вышли вот только что. Они вышли. Два вышли, и два еще выйдут. Ну, расскажите, пожалуйста, о ваших романах. Это первый вопрос. А второй вопрос связан, в общем, ну, революция связана с Первой мировой войны. Революция является следствием Первой мировой войны. Если я не права, то опровергну. Не, права абсолютно, конечно. Вот. Связь с Первой мировой войной и Второй мировой войной. Вот наш любимый автор, на котором мы все выросли, Эрих Мария Ремар, он писал о Первой и Второй мировой как об одной войне с перерывом на нищету. И на революции. Вот ваше видение, как историка. Ну, я сначала отвечу про романы. Это серия «Военные приключения» издательства ВИЧа. Там вышли две мои книги буквально только что. Я не знаю, есть ли они в продаже. Если есть, то только что появились буквально на днях. И две еще выйдут. Одна в следующем месяце, вторая в начале следующего года. Это художественные книги про описываемый тоже период. 17-й год, 18-й год. Ну, как-то так сильно долго о них мне не хотелось бы говорить, наверное, потому что они написаны в таком жанре все-таки развлекательного чтения, хотя и на серьезном историческом материале, но это все-таки военные приключения. Это старые мои книги. Они были написаны лет 9-10 назад, по-моему, даже. Они просто вот сейчас вышли. Сейчас их Вечья издала. Мне было просто любопытно, смогу ли я как-то вот работать в таком жанре, что называется, авантюрного военного романа. Поэтому я поставил себе вот такую цель и в этом жанре вот что-то наваял. Вот действие там происходит и на Дону, там и добровольческая армия, ледяной поход, там и Москва 18-го года, красная и так далее. Ну, насколько это все занимательно и интересно, не знаю, честно говоря. Я всего-навсего автор, об этом должны говорить читатели. Ну, во всяком случае, такие книги есть. Вот. Что касается связи Первой и Второй Великих войн, то, ну, в последнее время действительно распространилось очень такое мнение, что это одна война с перерывом на 20 лет и так далее. Ну, не знаю, на мой взгляд, это упрощение. Эту мысль высказал еще Черчилль в свое время, но, на мой взгляд, это упрощение, причем упрощение достаточно серьезное. Все мы понимаем, что Вторая мировая война никогда бы не началась, если бы не появился проект Гитлер, заботливо созданный, заботливо насыщенный деньгами, ресурсами и заботливо натравленный на Советский Союз. Все мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы не было бы Второй мировой войны, просто не нужно было создавать Гитлера. Вот и все. Германия осталась бы слабой страной, задушенной Версалем, и оставалась бы ей еще очень долго, если бы там не появился Гитлер. Вот и все. И не было бы, соответственно, не было бы никакой Второй мировой войны попросту. Но вот поскольку появился Гитлер, то в этом, собственно говоря, и находятся причины Второй мировой войны. Не было бы его, не было бы никакой войны. Ну, естественно, первая причина – это Версаль, унижение Германии, какие-то реванши и так далее. Но вот мое все-таки мнение, что основная причина – это Гитлер. Спасибо. Добрый вечер. Сейчас обвинялся генерал Брусилов, а есть еще такая фамилия, как Буинш Бруевич. Интересно, что один из них был, братьев, был секретарем, по-моему, Ленина, а второй был даже какое-то время первым был царским генералом, а с другой стороны, какое-то время развалял Красную Армию, начальник, если не ошибаюсь. Вот как бы вот это прокомментировали. Второе – это по поводу того, что очень по-разному складывались судьбы дворян, офицеров и дворян в том числе. Ну, у меня, например, дворян не было в семье, но были из немецких купцов, колонистов, современных еще Екатерины, а с Павловой Павловой. Вот. И, в общем-то говоря, одет у меня был из первых красных лучей. А один из немецких колонистов, вот из купеческих, из купеческой семьи, он был за белый, другой за красный. Так что… Ну, это вполне обыденная ситуация. И вот я хочу развить эту идею, эту мысль, что, конечно, многие были репрессированы, и еще 20-е годы кого-то репрессировали, а уже по 30-е годы и говорить нечего. Вот. Смотрели классное происхождение, но, с другой стороны, как вы опять же правильно отметили, что советская арбопословная гибкая, специалисты были нужны, а где их взять в деревне? Вот. Потому что мой дед и мой отец далеко не сразу, они были в области деревни, дед по матере, далеко не сразу достигли тех высот, которых они достигли потом. Отец был директором много лет, а дед был преподавал в Академии, в Моринской Академии. Вот. Это уже русский. А были простые крестьяне, что… Дело в том, что, понимаете, вот наше очень широко распространенное представление о том, что вот борьба двух вот этих лагерей, это была борьба некой элиты исключительно дворянского происхождения, не просто дворянского происхождения, а богатой еще элиты, то есть обладатели там поместья, миллионов собственных заводов и несчастных, обездоленных людей, у которых не было ничего. И вот они этим взмутились и пошли у этих отбирать все вот это. Это, ну, до крайности упрощенное представление. На самом деле, и белое движение, и красное движение, это были огромные миры, в которых участвовали самые разные люди. И среди красных были умницы, интеллектуалы, выходцы из богатейших семей, люди с блестящими родословными. И среди белых были крестьяне, нищие, вчерашние студенты, у которых не было ни кола, ни двора. Были обыкновенные мещане, рабочие, которые тоже с полным убеждением сражались за белую идею. А были люди, которые сражались за обе идеи без всякого убеждения, а просто потому, что их мобилизовали. А мобилизовывали примерно так. Пришли в село белые, мобилизовали в белую армию. А пришли бы красные, так мобилизовали бы в красную. И все. И дальше судьба человека шла как угодно. Пришли белые граммит, пришли красные. Совершенно верно. Об этом писал еще Юрий Трифонов в свое время в романе «Старик». У него есть замечательный роман «Старик», где именно описывается ветеран гражданской войны со стороны красных, который заново осмысливает свою жизнь. И он вот пишет, что моя судьба, я вот сейчас заслуженный ветеран советской армии, но сложилась-то моя судьба просто потому, что в село пришли красные. И все. И вот так моя судьба пошла и идет до сих пор. А пришли бы белые, а пришли бы анархисты. А я не знаю, как бы пошла моя судьба. Вот в этом правда история. А что касается генералов в царской армии, которые стали генералами в Красной армии, их не один и даже не десять. Огромное количество, когда люди... Ну, в основном это были, конечно, генерал-майоры производства, ну, условно говоря, года 16-го, 17-го, которые становились в Красной армии ну, или комдивами, или тоже генерал-майорами в 40-м, где-то 41-м, 43-м. И выше генерал-лейтенантов в Красной армии, они, как правило, не поднимались. Но такие люди были, и ничего особенно плохого с ними не происходило. Они преподавали в академиях, как правило, сидели в тему. Да, ну, я, кстати, хотел эту мысль немножко развить, что у нас же сейчас в руководстве, ну, в том числе и в внешнем руководстве, кстати, и в КПСС тоже, был некий товарищ Розумовский, его ключевую фигуру, вы породятся, когда занимал. Не из тех ли он Розумовских, а Нарышкин. Я знаю про него, что он из тех самых Нарышкиных. Нарышкин, мама Петра Первого. Это вот прекрасные примеры того, насколько сложна и многопланова наша история. Как невозможно ее разделить на вот убежденные хорошие люди, вот убежденные плохие люди. История очень сложна. И Нарышкины могут быть где угодно и кем угодно. То есть вы допускайте, что сейчас в нашем руководстве или у тех же коммунистов могли быть люди, но они могли быть другими фамилиями. Абсолютно. Абсолютно. Это абсолютно нормально. Это доказывает просто сложность и прекрасность русской истории, которая настолько многомерна, что нам зачастую даже не дано ее понять. Спасибо. Спасибо вам. Есть ли еще вопросы? Вячеслав Васильевич, вопросов пока нет. Это хорошо. Значит, я все понятно объясняю. Можно вопрос? Да, конечно, пожалуйста. Как вы относитесь к такой идее, что так называемый Корниловский мятеж это притеча революции Октябрьской? Спасибо вам за вопрос. Это тема такая очень насыщенная, тема сложная, поскольку до сих пор даже идут споры между историками, замышлял ли Лавр Георгиевич что-то всерьез или нет. Я все-таки склоняюсь, что ничего он не замышлял, поскольку если бы у него был четко разработанный план мятежа, ему достаточно было бы отдать один приказ, и этот мятеж запустился бы. Как это всегда и бывает в армии. Там никто никогда не разговаривает долго. Отдается короткий приказ, и все начинает работать. На мой взгляд, это была чудовищная абсолютно провокация со стороны Александра Федоровича Керецкого, который вот таким вот образом обновлял свой политический имидж, от которого в августе 1917 года уже ничегошники не оставалось. Александр Федорович был человеком крайне честолюбивым. Наверное, это был самый честолюбивый человек во всей русской истории. Он всегда желал быть исключительно номером один. Поэтому он просто использовал Лавра Георгиевича для того, чтобы сделать из него главного врага России, эффектно с этим врагом России справиться на глазах у изумленной публики, стать снова революционером номер один и обрести еще большую власть. То есть формально у него это и получилось. Он списал Корнилова со счетов легальной жизни. Он стал не просто премьер-министром, а премьер-министром с диктаторскими полномочиями. Он объявил Россию республикой 1 сентября 1917 года. Но все мы знаем, к чему это привело. Это привело к тому, что через месяц от Керенского не осталось ничего. И слава Богу, абсолютно заслуженно. Потому что более мерзкого человека в русской истории, наверное, не было. Я ответил на Ваш вопрос. Даже более честолюбив, чем Ленин он был? Да, конечно. Ленин был великий философ. И его интересовало, условно говоря, доказательство великой теоремы, над которой он работал всю жизнь. Самому ему ничего не надо было. Ему надо было, чтобы сбылась его великая мечта. А вот Александр Федорович Керенский, он работал исключительно на себя. На Россию ему было глубоко наплевать. Никакой идеи у него не было никогда. У Ленина была великая идея. Вот он всю жизнь на нее пахал. Кому пришла такая идея соединить... Как бы несоединимые два тома, красные и белые, но они смотрятся как родные братья. Кому это такая идея пришла? Вот здесь присутствуют замечательные представители издательства «Молодая гвардия». Это идея издательства. Авторы были найдены этим издательством. Им была такая задача поставлена. Сделали такое предложение. Но дело авторов уже было соглашаться или отказываться. Мне, поскольку это тема близка, я согласился. Но об авторах этой книги я говорить не могу, поскольку их здесь нет. Честно говоря, мотивы их неизвестны. Я писал с удовольствием о людях, которые мне симпатичны. Скажем так. Вячеслав Васильевич, а что должно было бы произойти, чтобы победили в гражданской войне не красные, а белые? Да, масса всего, наверное, должна была произойти. И легче сказать, конечно, почему они не победили. Но опять-таки это будет максимально упрощенный взгляд на вещи. То есть это отсутствие единой линии поведения, скажем так, отсутствие единого взгляда на будущее. Это невозможность объединить вооруженные силы на одном направлении. Поскольку мы знаем, да, с детства видели в учебниках вот эту эффектную карту, что молодая Советская Республика в кольце фронтов, вот этот маленький красный островок. Калача-Калинькин, да? Да, 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 сжатый со всех сторон. Но на самом деле именно такая схема и помогла совершенно успешно отбиться от всех. Потому что красные видели все направления. И как раз на то направление, где был наибольший нажим в это время, они все силы и бросали. Наступает Деникин, все на борьбу с Деникиным. Наступает Колчак, все на борьбу с Колчаком. Наступают поляки, все на борьбу с поляками. И так понемножку отбились от всех в итоге. А белые не смогли объединиться, чтобы в один момент нанести один решающий удар в одном направлении. И сломать сопротивление. Ну и кроме того, у белых не было харизматичных, ярких вождей в политическом смысле слова. У них были прекрасные военные вожди, но у них не было ярких лидеров, способных сцементировать нацию. Единственное исключение это Петр Николаевич Варангель. Но и то с такой фамилией, с баронским титулом, конечно, ему приходилось очень сложно. Поскольку все мы знаем, как изощрялись в остроумии его противники, смакуя его якобы немецкое, на самом деле, шведское происхождение. Ну вот, наверное, Варангель, да, действительно был фигурой именно более чем военного масштаба, который смог бы объединить все силы и повести за собой. Но поскольку у Петра Николаевича был только Крым, а у Красных была вся остальная Россия, ну, образно говоря, у Варангеля было меньше вещей на складах, чем у Ленина. А политика это всегда искусство торговли. У Ленина были неисчерпаемые ресурсы, у Петра Николаевича Варангеля был мизер. И, ну, он, собственно говоря, даже когда и принимал всю эту ношу на себя в начале 20-го года, он прекрасно знал, что он проиграет, и все знали, что он проиграет. И дело было не в том, чтобы выиграть, дело было в том, чтобы уйти с честью. Вот. И Варангель ушел максимально выигрышно в той позиции, в которой он находился. Потому что, вот, вдумаемся, ведь белая армия, вот, которая была скучена в Крыму, вот, маленький осколочек, вот, белая Россия остался, Крым всего-навсего. Все остальное было уже красное. И вот Варангель ведь не сдался, не капитулировал перед красными, не сел за стол переговоров и не подписал унизительную сдачу всей армии с вооружением, со знаменами. Он эвакуировал всю свою армию с полуострова, огромное количество людей было вывезено, вооружение, техники, знамена, все регалии. И вот вся эта армия совершенно спокойно из Крыма ушла. То есть, не кончилась формально даже гражданская война, потому что не было никакого ее завершения. Война завершается, когда подписан акт о капитуляции одной армии другой, когда воюющая сторона складывает оружие и говорит, все, мы отказываемся от борьбы, белки ни от какой борьбы не отказывались. Они ушли, они эвакуировались из Крыма и в некотором смысле вот эта латентная гражданская война, она продолжается по сей день. Потому что живы и потомки этих людей, ушедших из Крыма, живы их идеи, живы их лозунги, это все есть. Достаточно зайти в интернет на любой сайт, который посвящен белому делу, вы убедитесь в том, что все это живо, это не куда не ушло, это продолжается до сих пор. Хотя и в такой мягкой форме. Я задам последний вопрос, вам банальный, но всегда актуальный, о ваших творческих планах, над чем теперь работаете. Спасибо за этот вопрос. Логично было бы, наверное, как-то эту тему развивать, учитывая, что на носу у нас 100-летие начала войны. Я не называю это юбилеем, потому что здесь нечего праздновать, это дата великой трагедии. Но я как-то так вот, складывается моя авторская судьба, что я не занимаюсь какими-то книгами к датам, как-то вот так, не пишу чего-то к юбилеям. Эта книга написана не потому, что исполняется 100 лет со дня начала гражданской войны, на нее будет хороший спрос. Мне на самом деле хотелось эту книгу написать, я писал ее достаточно давно. Поэтому следующая книга, она будет не об этом совершенно, это будет книга для серии ЖЗЛ «Жизнеописание отца Иоанна Крестьянкина». Возможно, это прозвучит необычно, какой-то такой резкий уход в другую сторону, но на самом деле для меня, для моей внутренней логики это абсолютно логично. Материалы для биографии отца Иоанна я собираю давно. Недавно я был в паломнической поездке в Псково-Печорском монастыре, и вот после того, как в келье отца Иоанна я побывал, пообщался с людьми, которые знали его, решение как-то работать над этой книгой окрепло окончательно. Есть благословение на работу, и я бы хотел представить отдельно, Алексей Борисович, ну, можно я вас назову, вы же не случайный гость на этой презентации, Алексей Борисович Витвицкий, который знал отца Иоанна с 47-го года. Ему было 15 лет, когда он познакомился с отцом Иоанном, когда он служил в Измайлове, в храме Рождества Христова. Вот, сегодня мы с ним общались, я был в гостях у Витвицких, это его духовное чадо в Москве, семья, у которых отец Иоанн всегда останавливался, когда был в Москве. Вот, Алексей Борисович, спасибо большое за честь, которую вы мне оказали, пришли на презентацию. Я надеюсь, что книга получится, работа сложная, большая. Вот, я был в Печорах, скоро поеду еще раз туда, поеду на родину отца Иоанна, в город Орел. Ну, словом, надеюсь, что все получится, и эта книга увидит свет в серии Рождества, поскольку отец Иоанн, это фигура необыкновенная для всей русской жизни, не только духовной, но и мирской, вообще, для всех нас. Спасибо вам огромное, Вячеслава, давайте поаплодируем, Вячеслава Комбаренко, застанавливаем все рассказы. И перейдем к автограф-сессии, пожалуйста, подходите, у вас есть возможность подписать книгу.